Ребят, всем привет! Я сегодня снимаю влог такой, буду красить вот этот шкаф. Этому шкафу 25 лет. Это у нас шкаф от мебельной стенки. И я захотела этот шкаф поставить вот в туалет. Ну, как у нас тут ванная, совмещенная вместе с туалетом. Я говорю, наверное, поставлю сюда. Но если не войдет, можно и сюда поставить. В принципе, тут место есть. Надоел мне вот этот весь хлам. Кажется, такой беспорядок все время. И захотелось мне как-то это все скомпоновать и сложить в одно место. И будет в одном шкафу все лежать. У меня тут и полотенца везде разложены. Ну, вот на вот этой вот корзине. Поэтому мне срочно нужен шкаф. Вот эта рыжеватость мне уже очень-очень порядком надоела. Цвет под дерево. И я хочу его покрасить, как вы догадались, в белый цвет. У меня даже нет ванночки. У меня есть две кисточки. И представляете, у меня вот эмаль алкидная, атмосферостойкая. Я зашла в магазин, хотела купить акриловую краску на водной основе, чтобы покрасить этот шкаф. И цены меня разочаровали. Баночка 800 грамм краски. Ценник ее был 380 рублей. Это начальная стартовая цена. Там дальше были выше. И краска была не матовая, акриловая, глянцевая. Мне это не понравилось. Если бы она была матовая, может быть, у меня еще что-то бы шевельнулось. И я бы ее, скорее всего, возможно, бы купила. Потом я подумала, что у меня очень много такой краски. Это мы давно купили для покраски крыши. Думаю, ничего страшного, если я покрашу шкаф этой краской. Я не думаю, что я его испорчу. Потому что испортить его просто невозможно. 25 лет он. 26 прожил в таком состоянии. 25. Ну, в общем, что-то, что-то. Что-то с чем-то. Здесь проливали воду. Стоял утюг, видно. Муж разобрал вот эти вот стекла. И дверцы разобрал. Я сначала сказала, что я не хочу, чтобы были дверцы внизу. Сейчас в фикс-прайсе продают эти органайзеры пластиковые. В которые можно все организовать. Отдельно там сложить химию. Ну, все, что угодно. Даже полотенце можно туда сложить. И все, что здесь находится, все убрать в этот шкаф. Ну, скорее всего, наверное, придется навешать дверки обратно. Потому как туда можно будет убрать порошки. Будет не видно. А тут я, конечно же, сделаю три полки. Скорее всего. Ну, тут были три полки. Я их хочу на место поставить. И тут внизу была одна полка. Не знаю, буду ли я ее туда ставить. Но посмотрим, что из этого получится. И я вам обязательно покажу. У меня даже нет корыца, в которую я буду наливать краску. Но у меня есть вот такая банка. Я ее уже искрасила. И банка осталась пустая. И сейчас положу сюда какой-нибудь кусочек фонарки. И буду прокатывать валик по ней. Вот. Посмотрите, как у меня получается. Кстати, фактура проступила. Вот это вот дерево. И здесь тоже вот внизу. Это все на первый раз. Я только покрасила. Здесь я еще не красила. Краска, конечно, такой запах имеет. Надо сказать, тут у меня работает вентилятор. И все равно тут задохнуться можно. На первый раз покрасила. Вот так получилось. Но буду ждать, когда высохнет. Чтобы нанести второй слой. Думаю, тут 800 грамм, как я видела, баночку. Мне бы наверняка не хватило еще, если дверцы покрасить. Точно бы не хватило. Прошли сутки. Я покрасила сейчас шкаф на второй раз. Так вот он выглядит. Но тут, конечно, скорее всего, еще раз придется. Конечно, краски ушло намного меньше, чем в первый раз. Значительно меньше. Еще валиком катала. Ну так, более-менее уже все равно что-то выделяется. Здесь все равно шпон проступает. Фактура шпона. Ну, мне нравится уже. Не рыжий, слава богу. Вот такие вот дверцы у него. Что я хочу сейчас сделать? Мне вот эти ручки как бы совсем не нравятся. Хочу их снять. Вот это вот мне тоже абсолютно не нравится. Тоже хочу это все поубирать, чтобы прокрасить. Не надо как-то задекорировать, чтобы будут щели. Ну, еще не знаю. Разбирается этот декор при помощи ножа у меня. Взяла нож. Поддела аккуратненько. Не получается чего-то. Ну, вот уже две сняла. Здесь, видите, такой маленький-маленький саморезик. А здесь ничего нет. Кроме грязи. Здесь вот, кстати, саморезик. Ну, сейчас разберу тогда и покажу вам. Ну, я вот так вот поддеваю потихонечку легкими движениями. Куда-сюда и снимаю. В итоге вот что я имею. Я не стала это ломать. Вдруг пригодится куда-нибудь. Ну, сюда я точно это не поставлю. И вот с этими ручками. Так как я не хочу затрачиваться на этот шкаф вообще. Вот кроме своих трудов, никаких денег. Может быть, мне их как-то нужно снять и покрасить отдельно. Чтобы они были более-менее симпатичные. Там у меня, как бы сказать, под серебро типа сделано. Может быть, серебряной краской какой-нибудь бы из баллончика. Но, опять же, это покупать надо. Ну, вот, короче, посмотрим, что можно сделать с этими ручками. И можно ли найти им какую-либо замену, ну, совсем копеечную. Сегодня на улице тепло, поэтому я вышла на улицу эти полочки покрасить. Меньше дома запаха будет. А Юра тут любезно согласился помочь мне. Открутил вот эти мелкие болтики. Теперь надо это... Видите, как получилось. Всё тут в дырдочках. Ещё надо ручку открутить. Да, конечно, потрепалась эта мебель. Мебель, стеночка. Этот шкаф от стеночки. Вот, мебель, стенки. Но, тем не менее, он ещё функциональный. Может выполнять то, что задумано. Хранить в нём можно ещё много чего. И я думаю, он послужит ещё не один год. Сегодня вот уже прошли сутки. На второй раз вот я шкаф же покрасила. Он уже высох. Ну, вот я не спешу пока красить на третий раз. Вот тут вот я замазывала шпатлёвкой. Ну, шпатлёвка, надо сказать, уже старая. А вот эти вот дырочки ещё на третий раз покрашу. Я думаю, для туалета шкаф будет более-менее нормально выглядеть. И если ещё здесь поставить контейнеры, всё будет замечательно. У меня вот тут вопрос стал с дверками. Так как я с них декор сняла, я вам уже показывала. И вот навешивать этот декор или какой-либо другой у меня вообще нет желания. Потому что это лишняя пыль. Сбор пыли. Сейчас покажу вам, что я придумала сначала. Ну, всё-таки склоняюсь к первому варианту оставить без ничего. У нас были вот такие вот отделочные полиуретановые. Не знаю, как это назвать. Плинтус, не плинтус. Не знаю, как это называется. В общем, в том же отделе, где вот этот вот плинтус продаётся пластиковый. Это ПВХ. Можно бы было из них сделать покаёмочку. В принципе, неплохо бы выглядело, я думаю. Покрасилась бы и было бы замечательно. Вот так бы это всё выглядело. Ну, тут уголочек. И покрасить, приклеить, покрасить. Ну, я думаю, было бы неплохо. Но я не хочу вот такие сборники. Попробую замазать сначала. Если не получится, уже накрашенный вариант потом накрашенный. Приклеить, я думаю, всегда успею. И покрасить ещё на раз. Так что буду пробовать. Такая вот шпатлёвка у Юры была. Шпатлёвка для дерева. Ну, она уже устарела, конечно же. А так как сейчас нельзя выйти, чтобы что-либо приобрести, то мы сидим дома. Не выходим. И делаем из того, что дома есть. Из подручных материалов. Юра предложил мне ещё заморочиться чопики сделать. И туда их вставить. Ну, посмотрим сейчас, что получится. Не парилась. Взяла обычную шпатлёвку. Зашпатлевала. Взяла меленькую наждачку. Немножко прошлась. Протёрла всё. Всё. Мне пойдёт. Теперь я не делаю этот шкаф на выставку. Я его просто перекрашиваю. Не переделываю, а перекрашиваю. Эту полочку я крашу уже на второй раз. Правда, вот этот торец я не красила. Мне нужно было за что-то взяться. Вот эту сторону я пошлифовала. Вот такая у меня вот шкурка мелкая. И протёрла сухой тряпочкой. И теперь покрашу. И пусть она у меня подсыхает. Сушиться положила на солнышко, на камешки. Камешки такие горячие, а солнышко. Ну, а потом поставлю. Сейчас немного лёжа посушиться. А потом поставлю вот на эту деревяшку. Пусть подсохнут. И на второй раз в другую сторону. И, пожалуй, наверное, хватит. Ну, и смотрите, какая у меня дверка получилась. Ну, я её на первый раз покрасила. Но вот эти все дырочки мои не очень получились. Надо было, мне Юра говорит, масляная шпатлёвка. А у меня, оказалось, это не масляная. Ну, пока дома ничего нет. Скорее всего, мне придётся наверх наклеить какую-то декорацию. А может, посмотрим. Может, какой-нибудь декупаж сделать. Тоже как вариант. Ну, посмотрим. Ну, что, ребята, хочу вам показать то, что у меня получилось. Я покрасила это всё на третий раз. Этот шкаф был у меня не лакирован. Он просто был шпанирован. И всё. Сейчас это всё сохнет. О, это всё тут уже повысохло. Теперь, вот видите, у меня тут как бы отверстие. Мне нужно будет вставлять вот такие вот заглушки для полочек. Скорее всего, я хочу их приклеить. Так вот, Юра навешивает дырки. Ну, вот, мои хорошие. Сегодня я закончила с покраской шкафа. Результатом я, в принципе, довольна. Мне всё нравится. То, что я хотела, то я и получила. Я уже начала заполнять. Пока у меня всё будет так стоять. Потом, возможно, для порошка приобрету какой-то контейнер. Ну, и так далее. И сейчас все полочки расставлю. У меня контейнеров пока нет. Органайзеров каких-то тоже под них нет. Ну, буду покупать постепенно, чтобы не было хаоса. А, в принципе, я так подумала. Я здесь живу. Меня это всё устраивает. Это не выставочный какой-то дом. Всё, что здесь есть, мне просто необходимо для жизни. Поэтому всё, что здесь я буду ставить, скорее всего, и прятать-то не надо. Сейчас посмотрю, расставлю и посмотрю. Ну, вот, всё, что я имею. Подарки от дочери тут ещё закончатся. Я покупать не буду, чтобы у меня это стояло. Мне это совершенно не нужно. Поэтому вот всё, что я имею. Всё расставила. Нашлось местечко для полотенчиков. Ручек у меня пока нет. Ну, я надеюсь, что скоро закончится наша самоизоляция. И я какие-нибудь светленькие поищу. Ну, вот так вот и заканчивается моё видео. Если я вас смотивировала на перекраску ваших старых шкафов, то я буду очень рада. Всем пока-пока. До встречи. Увидимся в следующем видео. Это уже послесловие. Спросите вы, сколько я потратила на этот шкаф. Из потраченного у меня была только краска. И краску эту я вам даже по затратам не скажу. Потому как мы её покупали очень давно. И она у нас стояла. Ну, ушло у меня тоже не знаю сколько. Потому что я открыла банку и красила сразу балки под лестницей. И шкаф. И банку истратила. Так что, ну, примерно, я думаю, полтора килограмма точно ушло краски на этот шкаф. 그리고, большинство. Так что, как можно сводить? Пока. Продолжение следует...